Здравствуйте! Мы сегодня приступим к изучению лингвистических значений букв и использования этого для запоминания корней и запоминания еврейских слов. По своим значениям буквы ибрита делятся на четверки своеобразные по принципу внутреннее что-то внутри наружу находящиеся выходить наружу попадать внутрь вот такого типа четверки и благодаря этому значит их можно запомнить значение имеют такое вот лингвистическое для корней 18 букв буквы алиф гей ваф и йод они налагаются как бы на другие буквы корня слегка слегка меняя значение чуть-чуть но не определенным образом поэтому их значения не принципиальны для определения значений корней итак 18 букв мы должны изучить получается там четыре четверки и иначе две буквы такой принцип итак начнем разбор первой четверки букв это бейт зайн ламет далет сейчас мы разберем значение буквы бейт бейт то есть то что привносит наличие этой буквы к соответствующий корень вот такой вот смысл бейт означает нечто внутреннее находящееся внутри находящееся внутри вот такая вот идея нахождение попадание может быть внутрь в общем что-то внутреннее и лучше всего это иллюстрирует предлог б быть внутри есть предлог состоящий из одной буквы то есть чистом значении мы получаем в чистом виде получаем значение этой буквы или глагол лаво прийти попасть внутрь лаво значит там ба алиф хотя уже говорил он мало что меня это просто модифицирует корень слегка базовое значение значит здесь буква бейт значит благотозная значение буквы особенно находящийся на первом месте в корне можно это использовать для запоминания корней смысл которых созвучен смыслу этой вот самой первой буквы например бает бает начинается на буква б это означает нечто внутреннее дом бает даже трехбуквенные корни в которых есть еще две два согласных но если их значение близко по смыслу то есть мало влияние 2 3 согласны мало незначительно то можно использовать для запоминания достаточно использовать первую букву на которой они начинаются например более глотает глотает то есть внутрь что-то такое выбирает более или бог ир выбирает выбирает берет для себя из чего-то берет для себя внутрь к себе бог ир вот это мы проиллюстрировали сейчас значение буквы бейт но при этом надо помнить что все буквы корня в той или иной степени какая-то больше какая-то меньше дают свой вклад и это может перемещать акценты поэтому я еще раз повторяю метод о котором идет речь это метод практически и мы используем только те случаи как бы мы пользуемся вот этим методом именно в тех случаях подгоняя как бы под корень тот или иной в тех случаях когда значение буквы одной там или двух очень близко очень достаточных степени совпадения дает значение всего корня мы не строго разлагаем на какие-то три согласных каждый какой элемент вносит это нас не интересует этот момент чисто практически поэтому для запоминания еще раз я как бы иллюстрирую это корня бог ир достаточно первой буквы бейт которая говорит о том что я что-то беру внутрь то есть я выбираю беру внутрь себе вот это надо иметь ввиду в данном случае вклад ячейки значение послушаю значение букв хэт и рэш он несущественно для нас то есть там где это имеет смысл там за это помогает запоминанию мы обращаем на это внимание там где нет нет вот такая идея